Сейчас абхазы стараются с помощью русских, чтобы что-то статус-го поменялось. Они соглашаются, что русский язык должно быть доминирующим языком в Абхазии. Соответственно, если мы, абхазы, переходим на русский язык, почему это не доделается грузинам? Большой переполох вызвал в Абхазии материал, подготовленный совой. В нем мы рассказывали о запрете на образование на родном языке. Ограничение касается этнических грузин, но важно понимать, что под угрозой исчезновения в регионе и сам абхазский. Вы смотрите Амбови, сова, независимый голос о Грузии на русском языке. Мы вещаем из Пилиси. На этой неделе наше внимание привлек материал, который вышел на русскоязычном грузинском информационном портале сова.ньюс. Материал называется «Дети Гали. Без права на родной язык». В основном публикация построена на анонимном интервью одного из членов организации «We Exist The Voice from Abkhazia». Так чем же оказались недовольны представители де-факто Сухуми? Давайте еще раз посмотрим видео. Материал «Умаглешия. Без права на участие сми, вот и меня он без права на армии. 1, 2, 3, 24 месяца. Но кто-то過ご, я не могу, это조 αυτая. А сейчас это через окончания методистов, что вы были в этом видео, вы apologise, что вы были дети. Вы в этом видео, чтобы выиграть эти фиги, и мне надо, в котором вы не выиграли, а еще для вас, чтобы выиграли, что вам это не было. В этом видео я хочу, чтобы они обеспечены друг друга, чтобы они не казались, Реклама Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Эти дети живут в Гальском районе Абхазии, а не этнические грузины, рожденные в Абхазии, как и их родители, деды, прадеды. Но без основных прав, которые предоставляют своим жителям де-факто власти Абхазии. Например, этнические грузины не обладают так называемым «зеленым» абхазским паспортом. А значит, ограничено их право на свободное передвижение, ограничены они и в своем праве голосовать на местных выборах. А теперь и в праве получать образование на родном грузинском языке. Мы изменили голос Ираклия, скрыли его лицо, чтобы у него не было проблем. Поверьте, это крайняя мера, которой прибегают журналисты, чтобы не создавать угрозу безопасности источникам информации. И здесь очень важно понимать еще раз, что Ираклий не просто наш собеседник. Он живет в Гальском районе с учетом всех вышеперечисленных условий для этнических грузин и постоянных фактов дискриминации. Конечно же, представитель абхазского минобразования в эфире местного телеканала поспешил выразить сомнения по поводу материала Савы и подлинности слов нашего собеседника. Я и сам был в этом возрасте, в котором сейчас находится этот молодой парень. И, честно говоря, терминология, которым пользуется этот молодой человек, не соответствует его возрасту. И, исходя из этого, мне кажется, что это некая провокация для чего-то, которому этому ребенку в виде написанного текста было предложено, прочитать его под камеру. Тогда возникает вопрос – к чему столько шумихи? Еще один источник в Гальском районе рассказал Саве, что после выхода нашего материала о запрете на образование на родном языке, учителей местных школ собрали на экстренное совещание и настоятельно попросили проследить, чтобы их строптивые ученики держали язык с зубами, не давали никаких интервью ни абхазским, ни российским, ни тем более грузинским СМИ. В противном случае педагогам пригрозили запретом и на частное преподавание грузинского языка. Когда вот этот мальчик дал вам интервью, они в пятницу как бы учителей составили прийти на совещание, и абхазы запугивали, что если кто-нибудь из школьников, и они почему-то посчитали, я не знаю, кто этот человек, но что он школьник, и они говорили учителям здешним, что если кто-нибудь из ваших школьников даст кому-нибудь еще интервью, это к тому же, что очень интересно, они говорили, нам неинтересно, это грузинская, русская телевизор, не хоть армянская или азербайджанская, мы спросим с вас контролировать тотально, чтобы все молчали. Вот эта фраза, чтобы все молчали, очень актуально. Право на получение среднего образования на родном языке прописано в основном законе непризнанной республики, 6 статье. В настоящее время грузинскому языку в школах Гальского района присвоен статус иностранного, а учебный процесс полностью перешел на русский. Да, вы не ослышались, на русский, а не скажем, на абхазский. Этот процесс, можно сказать, поэтапное, так сказать, включение Гальского района в абхазскую образовательную систему. То, что сама абхазская образовательная система в основном это российская, это уже другое дело. Мы видим, что за вот это 30 лет де-факто независимости абхазы, в принципе, не смогли, несмотря на то, что они как-то говорили об этом, были какие-то попытки, но они не смогли, так сказать, создать абхазскую систему. Да, там все еще проблемы с знанием самого языка, абхазского языка, который, и это, ну, очевидно, даже видим, да, вот то, чтобы люди между собой общаются основном на русском, политических кругах или дебатах и так далее, всегда все идет на русском. То есть абхазский язык не смог, так сказать, стать функциональным языком, каждодневным языком для самых абхазов. Сейчас абхазы стараются, с помощью, конечно, русских, стараются, чтобы что-то статус-копа менялось. Статус-копа меняется, и просто несколько лет видим, что все переходит на русском, и в этом году, в принципе, этот процесс, видимо, закончился. Ну, конечно, там процесс русификации идет достаточно серьезно, хотя в обществе, в абхазском обществе абхазский язык вернулся, усилился сегодня. Абхазский язык все-таки, оно и присутствует, они знают этот язык, владеют этим языком, но оно как-то все-таки домашний язык, и дома разговаривают. Я уверен, что и дома тоже не всегда на абхазском языке говорят, просто ради сохранения абхазского языка, они постоянно его употребляют. Но оно исчезает из публичного, скажем так, действия парламентских заседаний, только проходит на русском языке. Я чувствую, что они все-таки понимают, что в эпоху интернета, скажем так, глобализации, они смирятся с тем, что абхазский язык не может конкурировать в интернете с другими языками, и они, не признавая это формально, они соглашаются, что русский язык должен быть доминирующим языком в Абхазии. Соответственно, если мы абхазы, скажем так, переходим на русский язык, почему это не доделается к грузинам? Считайте, с 96-го года уже шла русификация, потому что мы русскую школу кончали, у нас были русские учителя. И когда вот с 96-го люди начали возвращаться, русификация идет отсюда. Просто можно сказать, что с 2014-го перешли на другой этап. Если, например, половина школ Кальского района обучалась на грузинском языке, с 2017-го все школы русские, остался только один предмет. Так что, конечно, русификация идет, потому что, знаете как, в основном люди, ученики мыслят на русском, потому что, да, они обучают русский язык. Например, я тоже знаю английский, но я мыслю, не могу мыслить на английском. Вот так и они с 2017-го года особенно большими темпами, потому что уже все школы перешли на русский язык. Это русские школы с отдельными языками, там английский, грузинский, немецкий обучают. Еще вот с этими языками, которые можно выучить в этой школе. Система, конечно, русская, и классификация в этом отношении идет большими темпами. До 90-х годов в Гальском районе функционировало 58 школ, в том числе 52 грузинские, 2 русские, 3 грузино-русские и 1 грузино-абхазская. После войны функционировала 31 грузинская школа. Впоследствии началось постепенное вытеснение грузинского языка в образовательных учреждениях Абхазии. 2014-го до начала учебного года 2021-го в Гальском районе оставалось всего 10 грузинских школ. Официальный Тбилиси на решение де-факто властей отреагировал остро. Заявление сделали во всех соответствующих ведомствах о проблемах этнических грузин в Абхазии и Южной Осетии. С трибуны Генассамблеи ООН говорил и премьер-министр Грузии. Грузия, я думаю, должна сделать все, чтобы потом нарастить на их недообразованность уже настоящим образованием. Мы должны обязательно специальные, очень важные программы создавать, чтобы этих ребят, которые захотят продолжать учебу в Грузии, максимально помочь им, чтобы они то, что упустили в Галле, в школе, чтобы они в течение двух-трех лет, они потребляют время, конечно, но в течение двух-трех лет интенсивным обучением, они чтобы получили не только знание на грузинском языке, но и знание вообще. Грузинское государство, я скажу, в этом направлении тоже буксует, потому что много лет идут разговоры, что надо иметь, так сказать, специальную политику по отношению к кольцу. Может быть, это не будет где-то прописано или так далее, но хоть какие-то дискуссии, разговоры по этому вопросу должны быть на уровне специалистов и на уровне тех государственных учреждений, которые вырабатывают политику. Потому что если все будет продолжаться так, как сейчас оно есть, мы увидим все меньше и меньше кольцев на местах, у которых есть, соответственно, образование, какие-то права, чтобы более-менее реализовали себя на местах. Ну, если они будут, мне кажется, что основная масса уберет переезд за ингурии, потому что никому не хочется быть дискриминированным все время и каким-то татаром, даже третьестепенным гражданином Абхазии, который вот так, в основном, с ним не особенно хорошо обходится. Тем не менее, Тпилиси предлагает абитуриентам из Абхазии и Южной Осетии, вне зависимости от их этнической принадлежности, заманчивые образовательные программы. Во-первых, это поступление в любой грузинский вуз без экзаменов. А во-вторых, неплохие международные образовательные программы, ведущие учебные заведения мира. Кроме того, правительство Грузии может оказать финансирование через Международный центр образования, который рассматривает заявки на соискание финансирования абитуриентами и принимает соответствующие решения. Программы, на которые могут рассчитывать жители Абхазии и Южной Осетии, это Erasmus+, Вышеградская стипендиальная программа, Chivning, немецкие стипендиальные программы и венгерские стипендиальные программы. Правда, здесь без поблажек придется доказывать, что вы лучше наравне с другими абитуриентами. Конкуренция высокая, но оно того стоит. Заставляют у этих студентов прямо поступать без экзаменов. Но это дает не такие хорошие результаты, потому что эти студенты становятся потом жертвой буренька. Знаете, когда человек столько два года трудится и потом становится студентом, отсюда кто-то без этого поступает, это вызывает проблемы. Это как бы политика нашего государства грузинского, чтобы там дети куда не шли. Но это как бы вызывает конфликты внутри университета. Я сам знаю, потому что я все там кончал, но я сдавал экзамены. Но последние три года как бы без экзамена поступают, и это ответ. Лучше, знаете как, это хорошо, что вообще-то какая-то реакция есть. Но потом вторая проблема у студентов – это там жилье, как бы устройство, работа. Вот в этом отношении лучше было бы. Потому что просто сдал экзамен. Здесь многие хорошо учатся. Например, они без проблем могут сдать там экзамен по математике. Если бы их устроили в другом отношении, в социальном, или в тренинге, работа и так далее, это было бы лучше. Потому что это было бы более эффективно по отношению к этому вопросу. Потому что, например, здесь сейчас какая проблема? Те, которые кончают в Грузии университет и не могут найти там работу, возвращаются здесь. Если они здесь, русские, предлагают работать, они идут в Краснодарский край и работают уже там. Потому что они знают язык, и это им помогает. В этом отношении, конечно же, как бы стратегия выстроена, можно сказать, неправильно. Потому что просто дать диплом университета не помогает той политике, которая мягко силипу поработает Россия. Потому что Россия старается дать им работу, а как бы сказать, выгоду. А вот это просто диплом как бы с борьбой, с русификацией, таких хороших результатов, к сожалению, дать не сможет. Мы должны понимать, к чему эти гранты в конце концов идут. Это означает фактически отток молодежи из Гарского района. С одной стороны, это хорошо. Мы должны предоставлять им возможность обучения в грузинских вузах. Это понятно, так надо делать. Но мы должны думать о последствиях, и что можно дополнительно делать. Потому что фактически вся интеллектуальная элита района, или те, которые получают качественное образование, они уезжают и потом не возвращаются в Абхазию, не возвращаются в Гарском районе, потому что они не могут как-то реализовать те знания, которые они получили, или на работу устроиться и так далее. У них проблемы с этим. Поэтому надо думать, как создавать возможности для того, чтобы эти люди работали там, более-менее чувствовали себя безопасно и вели нормальную жизнь. А этого, мне кажется, будет очень трудно, если о других тоже вопросах не договариваться вообще по отношению к Гальскому району и людям, которые там живут. Сейчас, наконец-то, наконец-то, при мне не получилось, хотя бы, наконец-то, добито результат, что они бесплатное образование получают на грузинском языке. Также мы должны делать нас на русском языке, по русскому языку. Мы должны им дать возможность, чтобы на русском языке бесплатно учились, у нас есть хорошая школа, еще русского языка осталось, в высших учебных заведениях преподаватель есть, потому что они могли бы вернуться в Абхазию потом, потому что только получив образование на грузинском языке, они не смогут там найти работу, а мы хотим, чтобы они вернулись. А живя в Тбилис или в другом-другом крупном городе, в городе Грузии, грузинский язык и так вокруг, и грузинский язык для них был бы обязательно приемлем, тем более, что нет какого-то отчуждения. Более того, я точно знаю, и сам лично знаю, что очень многие русскоязычные абитуриенты в Абхазии, абхазские в основном, и этнические армяне тоже, они хотели бы получить образование в Грузии, они знают, что в Грузии, в основном, в Грузии довольно высокий уровень образования. Куда иметь и получить образование? Вот в основном, в основном, в Абхазии, кроме Галского района. Где-то в Краснодарском крае довольно слабый университет там, или в Москве и Петербурге, это очень слишком, во-первых, далеко, дорого, и конкуренция высокая. А теперь они сейчас под рукой, и дома можно быстро строить. Поэтому я считаю, что это огромное, большое упущение и огромная, скажем, политическая какая-то недальновидность, что мы вот так дистанцируемся от русского языка вместе с теми поплескиваем детей, которые могли бы, получив здесь на русском языке образование, живя в грузинской реальности, скажем так, играя, участвуя в разных молодежных действиях, там, в кампусах и так далее, и так далее. Они должны, они получили бы грузинский, скажем так, дух, табирский дух. Чтобы хоть немного задобрить жителей Гальского района, де-факто власти предлагают сместить приоритет на мегрельский язык. Кстати, про важность мегрельского и сванского моя коллега Хатуна Конджария рассказывала в своем блоге. Мы оставим ссылку в описании под этим видео. Не сложно предположить, что на Сове вряд ли найдутся те, кто против мегрельского. Но что делать, когда языковой вопрос используется как основной инструмент пропаганды? Старый, проверенный советский метод, скажут те, кто постарше. И мы, молодые, с ними согласимся. Процесс идет, и русские действуют с позиции с мягкой силой. Само отношение, знаете, да, регион оккупирован, здесь стоят войска, но само отношение к населению со стороны Российской Федерации очень мягкое. Они стараются как бы войти в контакт, дружить с семьями. Например, сейчас детей начали владеть в школы и обучаются у этих грузинских учителей. Они здесь, грузинские учителя, работают, но они работают на русском языке, там, фимию или географию, обучают на... Вот, дружи, значит, пытаются сдружиться с семьями и как бы войти в хороший контакт, и чтобы потом перетянуть на эту сторону. И людям говорят, что что дала вам вот эта политика сближения с Западом. Вам, ну, мы жили же очень хорошо в Грузии. Знаете, как, это как бы идеология, которая как бы сформулирована. Мы жили очень хорошо в Советском Союзе 30 лет, что вам дало хаос и так далее. Вы же помните, что вы были самой богатой республикой, и как бы это на людей действует. Например, если Абхазы действуют очень часто, очень грубо и физически, они пытаются с этой мягкой силой и как бы скатить, что это мы не хотим, что мы с вами вот так, но что политики в этом виноваты, а то, что мы должны вернуться к старому и опять дружить. И когда люди оказываются в вакууме, например, нет работы, нет этого, иногда, к сожалению, нужно сказать, что это действует. В отношении гальцев Москва использует еще один пряник. Институт изучения демократии рассказал, что Москва добивается расположения этнических грудин в Абхазии. По данным неправительственной организации, в конце марта местные госслужащие получили трехмесячную задолженность по зарплате, а сразу после этого и письмо из так называемого посольства России в Сухуми. В нем, кроме прочего, от имени правительства России выражалась готовность помочь и позаботиться о грузинском населении Гальского района. Согласно письму, Москва обязывается погасить 93% задолженности по заработной плате государственных учреждений Абхазии. Как сообщает НПО, в послании россияне называются друзьями. Согласно пафосу письма, грузинам пора осознать, что мир и процветание в регионе возможны только с помощью России. Конец цитаты. Что ждет молодежь Гальского района? Налицо два очевидных сценария. Или она ассимилируется, выучит русский язык и поедет поступать в Сухуми или другие города России. Или же покинет свой дом и выберет лучшее будущее в Тпилиси. Оба сценария на руку тем, кто пишет план поглощения грузинского региона Россией. Спасибо, что смотрели Амбовин и Саве. Делитесь своим мнением под этим видео, оно нам очень важно. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Егорова